Всем привет! Меня зовут Алена. Я очень рада, что вы заглянули на мой канал. Сегодня время третьего старта в рамках моего апрельского марафона. И я думаю, что эта работа, в отличие от двух предыдущих дизайнов, нуждается в гораздо меньшем представлении. И многие из вас наверняка уже ее узнали. Это карусель по схеме от Терезы Венцлер. Работы этого дизайнера все-таки мелькают. Есть отшивы и на YouTube, есть отшивы и в каких-то других блогах и форумах. Да, возможно, они несколько, я не скажу, что сложные, но все-таки схемы кропотливые. Достаточно большое количество цветов, большое количество блендов. Очень часто, да не то, что очень часто, практически всегда используется четверть и три четверти крестиков. Но результат того стоит. Поверьте, все работы и все схемы от Терезы просто потрясающие. Я в свое время влюбилась в этого дизайнера, совершенно случайно зайдя на ветку, по-моему, это был форум на девичнике. В общем, просто бродила по форуму, наткнулась на имя неизвестного ранее мне дизайнера, зашла, увидела отшивы и пропала. Я влюбилась в ее работы просто с первого взгляда. Собрала уже все-таки немаленькую коллекцию буклетов разных схем. Спасибо, конечно, eBay за эту возможность, потому что уже эти схемы не издаются. По-моему, есть, я надеюсь, что он до сих пор функционирует, один интернет-ресурс, где совершенно официально можно эти схемы приобрести. Я оставлю вам ссылку в описании, если найду. Но так как я являюсь счастливым обладателем бумажных таких вариантов, то сама этим ресурсом никогда не пользовалась. Так вот, схемы от Терезы. У меня есть уже одна готовая работа. Это Harvest Sampler. Для тех, кто еще не видел, оставлю ссылку на видео с готовой работой. И также скажу, что относительно недавно я ее наконец-то оформила. Теперь висит она у меня на стене в гостиной. Радует несказанно. И, конечно же, я давно думала о том, какую бы еще схему вышить. Планов у меня огромное количество. Есть очень много ее работ, которые я бы хотела отшить. И даже, я не помню в каком году, но в каком-то планах я точно вам показывала, что хотела бы еще одну схему вышить. Но, увы, не получилось так из плана, из года в год, из плана в плана меня эти схемы кочевали. Но не получается. Не получается никак встроить их в парад своих основных работ. Всегда находится что-то другое, что хочется вышить или больше, или нужно скорее успеть в какой-то дате. Но вспомним одно из главных, не то чтобы правил, но то, ради чего я устраиваю себе эти апрельские старты. Это возможность хотя бы начать и хоть немного повышивать ту работу, которой давно хотелось, но все вот как-то не складывалось. И я, на самом деле, одной из первых работ, которые я хотела бы вышить после сэмплера, который у меня уже готов, была совсем не карусель, которую вы сейчас видите, а карусельная лошадка. Давайте я немножко сейчас вот так сделаю, чтобы нам было лучше видно эти буклеты. Карусельная лошадка, которая, я как думаю, на самом деле гораздо более известная. Вот такие прекрасные лошадки. Их четыре по одной на каждое время года. И именно с них я хотела начинать. И даже, скорее всего, именно с зимней. Зимняя лошадка нравилась мне больше всего. Так, конечно же, они потрясающие все. Давайте вот этих уберем. Вот эта зимняя лошадка, с которой я планировала начать. Но потом я побывала на выставке. Выставки работают Терезы Венцлер, которые устраивали Дарья Скобелкина и Яна Бебра. Вы знаете, что сейчас у них проходит, или уже прошла, я, к сожалению, не помню. Но буквально недавно была, точно была выставка о работах Джона Клейтона. Так вот, это была вторая их выставка, насколько я знаю. Первая как раз тогда была Тереза Венцлер. И даже моя работа, пусть тогда еще не оформленная, все-таки на той выставке успела побывать, повисеть. Я с удовольствием туда сходила, посмотрела на отшивы других работ от Терезы, которые были там представлены. И увидела эту карусель. Влюбилась моментально. И именно после того, как я вживую увидела этот отшив, я поняла, что все. Мое сердце точно отдано этой работе. Именно с нее я и хочу начать. Входит эта карусель в серию буклетов, да, наверное, так их назовем. В серию буклетов, которые имеют название DreamScape. Вот видите, наверху это указано. И это седьмой буклет. А предыдущие шесть – это лошадки. Вот такие маленькие лошадки-качалки. Да, у меня тоже есть все шесть буклетов. Давайте я просто вам их покажу. Для тех, кто не знаком с работами, хотя бы так быстренько сможете посмотреть, увидеть, что есть у Терезы. Что делать с этими лошадками, я не знаю. Они мне достались, так скажем, бонусом. Да, то есть основной моей целью была покупка именно четырех вот тех лошадок с каруселью. А вот эти шесть и в том числе сама карусель, то есть полная линейка вот этих семи буклетов DreamScape, она мне, ну, как бы была и была. Меня устраивала цена того лота даже за четыре схемы. А если что-то еще шло в подарок, да почему бы и не взять. Но, как видите, оказалось, что именно с этой подарочной схемы я и буду начинать. Буклет, честно говоря, совершенно неудобный. Я даже не знаю, как вам, наверное, не получится все равно целиком его показать, потому что это вот такой большой-большой лист. Огромный, да. Сколько у нас получается А4, А3, А2. Формат А2, который просто сложен в четверо. И, ну, невозможно, вышивать по такой схеме невозможно. Нужно обязательно либо делать копию, либо, как я, найти перенабор. Да, пусть будет счастлив тот человек, который все-таки потратил свое время немаленько и сделал этот перенабор, потому что посмотрите, насколько все-таки сложная схема. Во-первых, она рукописная. Вы видите, что все символы здесь рукописные. Схема черно-белая, бэк, соответственно, везде черный. И в схеме есть пояснение, то есть в лошадке номер такой-то вышиваем цветом таким-то там гриву. Седло вышиваем другим цветом. Ну, в общем, все-таки словесное пояснение, не самое удобное. Конечно, я буду это все проверять, сравнивать оригинальную схему с перенабором. Но так вот пока беглым взглядом я оценила никаких сложностей, никаких неправильностей там не увидела. Список ниток. Здесь используются нитки мулины. Я не стала вам их сюда нести, показывать. Ну, нитки как нитки. И в качестве вот дополнительной ниточки единственное, что здесь есть, это золотой блендинг. Причем даже нет номера. Тогда крейник еще назывался Балджер. Балгер, не знаю, как правильно произносилось название этой фирмы. Вот просто написано, что должен быть золотой филамент. Да, блендинг филамент, самая тоненькая ниточка. Ну, вот у меня это номер 002. Даже из серии Хайластер. То есть сиять будет ого-го как. А сиять там будут вот эти, как их правильно назвать-то, палочки, да, которые идут у лошадок. И, по-моему, в некоторых лошадках что-то еще в их попонах. Но это я пока подробно не изучала. Будем все смотреть по ходу. Начинать я буду вышивать снизу. Люблю, конечно, снизу справа, но здесь не очень удобно. Поэтому я думаю, что просто опущусь до низа в центре, вышлю вот этот медальон и потом пойду в правую сторону. Да, знаю, сколько времени обычно занимает отшив. Мне хотя бы вот эту вот боковую часть с таким растительным орнаментом вышить. Единственный материал, который я вам покажу, ну, нитки сказала уже, показывать неинтересно, это основа. Ну, в общем-то, основу я тоже выбрала очень и очень стандартную, практически ту, которая идет в ключе. Это Кашель, 28-й каунт, 53-й оттенок, сырой лен, соответственно, от Свайгард. Я вышивала свой Харвест Сэмблер на Белфасте, то есть это был 32-й каунт, а там на выставке рядом с моей работой висел точно такой же сэмблер. Ну, немножко мы там отличались в нитках, потому что я добавила по своему усмотрению металлик, но не суть. Та же самая работа, она была вышита на 27-м каунте на Линде. Мне не понравилось, вот в сравнении двух работ это был, конечно, потрясающий опыт, когда 2 живых отшива можно сравнить и увидеть разницу. Мне не понравилось, что там была выбрана хлопковая равномерка, то есть мне все-таки казалось, что лен как-то более был уместен, но зато мне очень понравилось, как все смотрелось на более крупном каунте. Спокойно лежат эти крестики, замечательно видны бленды, блендов там тоже было немало. Нет никаких вот этих, в общем, четвертинки, 3 четверти, они смотрятся гораздо лучше, когда каунт побольше. Поэтому в тот момент я приняла для себя решение, что все схемы от Терезы я буду вышивать на 27-м, 28-м каунтах. А здесь это даже, в общем-то, было и указано в ключе. Не помню, какая там была фирма льна и какой цвет, но, судя по картинке, вот, в общем-то, такой небеленый натуральный лен, что я и решила повторить. Отшив, который я видела, тоже был на подобной какой-то ткани, там я не помню, были ли какие-то четкие пояснения или нет, но визуально это тоже был. 53-й оттенок от Свайгарта. И что я вам еще хотела, пока не забыла сказать, это небольшие такие технические данные. Значит, размер этой работы 254 на 162 крестика, и на моей ткани получится приблизительно 46 на 30. Немаленькая работа, совсем немаленькая, но мне кажется, что это лучше, нежели мельчить. Ниток здесь используется 47, это не считая крейника, и по значкам примерно половина на половину, то есть где-то там 25 солидов и 25 блендов. Ну, по-моему, даже более или менее, бывают у Терезы схемы такие, что аж прям ах. И, конечно же, самый интересный, как для меня наиболее такой показательный, не пункт, но пункт характеристики, да, это количество крестиков. Благодаря саге я, конечно же, могу это сразу узнать. 38 151. Да, это много, это работа большая, это работа надолго. И для сравнения, допустим, в моих тюльпанах от Dimensions, которые я сейчас вышиваю, крестиков 32 тысячи. Ну, то есть это даже больше, чем Димовский голд, при том, что здесь далеко-далеко не полная зашивка. Но я думаю, что это еще на самом деле из-за бэка. Бэка здесь, ого-го, сколько. Вышивать буду обязательно по ходу, иначе потом никогда с этим не расправлюсь. На этом все. Вступление завершено. Я буду сейчас выбирать ниточки, нужные мне для бордюра. И, в общем-то, буду приступать. Пришло время показать вам мои первые крестики в этой работе. Ну, честно говоря, не самые первые, конечно. Я вышила уже 630 крестиков. Хотела сделать включение намного раньше, когда был отшить только-только этот медальон. Но мой сосед и его ремонт, они были против съемок. Поэтому пришлось подождать. Но, может быть, с другой стороны, и хорошо. Немножко посмотрите на работу побольше. Хотя, конечно, пока-пока тут еще мало что такого можно разглядеть. Я, как и говорила, начала с нижней вот этой части на карусели. Вот, в общем-то, центральный медальон. И пошла вправо, потихоньку сейчас заполняя промежутки. К сожалению, я ошиблась, когда заказывала нитки для этого процесса. Не знаю, как так получилось. Но все бывает, наверное, просто. Я как-то не очень внимательно делала заказ. И у меня нет нескольких необходимых мне цветов. Но один ко мне уже идет чисто случайно в другом заказе. Здесь совершенно для другого процесса. Но он тоже сюда подойдет. Поэтому, думаю, что на днях уже успею получить. И пока у меня будут дни, предусмотренные именно для этой работы, я еще успею вышить. Вот здесь у меня осталось место. Такие вот два пустых участка. Розово... Ну, какой-то розово-фиолетовый такой оттенок. Туда нужно будет добавить. Но это как бы полбеды. И самое обидное, что я неправильно выбрала один из зеленых цветов, которого используется достаточно много. Вот здесь такие зеленые должны быть. Ну, не лианы, но листочки. Так что, да, все равно промежутки у меня останутся. Но заменять я ничего не хочу. Потому что этого зеленого цвета достаточно много. И вообще замены... Я в целом-то приветствую, но только не в схемах Терезы Венслер. Потому что, мне кажется, она очень большое внимание уделяет цвету, блендам, которые она подбирает. И что-то здесь на свой вкус и взгляд заменяет. Ну, как бы так. Да, у меня были небольшие замены в сэмплере, который я вышивала. Но там они были не столь критичны. Да, и бленды я не трогала. Все-таки все нитки я брала по ключу. И еще к слову о блендах. Давайте я попробую сейчас поближе немножко все это сделать. Чтобы вы посмотрели на сам медальон. Может быть, вам удастся все-таки разглядеть, какие же здесь красивые бленды. Ну, давайте вот так остановимся. Обычно, ну, необычно, хорошо, чаще всего бленд используется для того, чтобы создать переход из там темного цвета в светлое, из одного в другое. Но здесь, как мне кажется, у Терезы она, в принципе, любой цвет, вот посмотрите, допустим, вот этот желтый. Но здесь нам не нужен переход никуда. Да, это просто такая четкая, яркая, граничная полоса. Тем не менее, это не один, не одна ниточка, а это бленд. И мне кажется, она просто таким образом усложняет цвета, чтобы это как-то вот интереснее смотрелось и больше играло. Да, мне кажется, что все-таки вам видно, если приглядываться вот здесь, два светлые и более темно-фиолетовые оттенки. Каждый из них это бленд. И золотые цвета это тоже бленд. В общем, на данный момент единственный цвет этот темно-коричневый. И он вышивается действительно одной ниткой, а все остальное это бленды. Не всегда, конечно, удобно, но зато получается очень и очень красиво. Вопрос у меня здесь стал со схемой. В нескольких местах мне казалось, что были ошибки, но нет, как бы только в одном из трех. Да, была немножко подозрительная схема. Ну, например, вот здесь, смотрите, несимметричные вот эти вот темные крестики вышиты. Но на схеме действительно так и должно быть. Поэтому это я все оставляю. Еще один там момент у меня вызвал вопрос и тоже было нормально. А в третьем я действительно нашла небольшую ошибку. Так что да, все-таки я не доверяю целиком и полностью перенабору, а продолжаю сравнивать с оригинальной схемой. Не скажу, что там что-то супер-пупер критичное. Ну, да, там одна четвертинка нужно было заменить на другую. В целом все продвигается хорошо. Говорить что-то об основе пока еще рано. Я имею в виду ее цвет. Ну, пока вроде бы все подходит. Там уже, конечно, когда будет большая какая-то площадь зашита, будет что-то лучше видно. Но каунтом, размером я довольна уже сейчас. Замечательные крестики. Все ровненько, красиво. Я, конечно, стараюсь, особенно когда вышиваю блендом, стараюсь, чтобы он был, чтобы действительно были видны обе ниточки. И, по-моему, получается, в общем-то, и неплохо. Буду продолжать дальше вышивать эту работу. Я не тешу себя никакими тут надеждами на отшив какого-то более или менее, не знаю, большого кусочка. Вот справиться бы с этим бордюром, и это было бы уже очень и очень хорошо. Действительно, работа несколько кропотливая, но получается, получается очень здорово. Продолжаю вышивать карусель. Количество крестиков увеличилось уже больше, чем в два раза. Сейчас отшито около 1350. И это почти, нет, даже не почти, а чуть больше, чем 3,5% от всей работы. Как вы видите, бордюр зияет такими достаточно большими дырами. Я говорила вам уже, что зеленого цвета мне не хватает. И именно того зеленого, которого больше всего используется в этой работе. То есть, вот здесь все-все вот эти вот закорючки, они будут заполнены, закорючки, завитушки растительные, они будут заполнены зеленым цветом. Ну, понятно, здесь, конечно, уже не только зеленый цвет отсутствует, но там просто везде, где заканчивались ниточки, я уже не хотела ничего нового начинать. И, как вы тоже можете заметить, стала передвигаться вот сюда наверх. Да, решила немножко, ну, не то чтобы схалтурить, но, в общем, это, наверное, самый простой момент, самый простой элемент в этой работе. Это вот этот пол, да, основание самого этого круга, где стоят лошадки, там очень много зашивки, очень большие области зашивки одним цветом, все достаточно легко, просто, ну, я немножко как-то решила так отдохнуть, расслабиться. Ну, во-первых, и цвета все равно нет необходимого, и как-то куда-то сейчас сильно двигать пальцы, выискивать этих лошадок нет, конечно же, здорово. Но я понимаю, что лошадку целиком я совершенно точно не осилю, какие-то кусочки, там, ноги, кусок хвоста вышивать тоже вроде бы не хотелось, но и на самом деле это достаточно логично. То есть, продвигаться снизу наверх я бы как раз в таком порядке и шила. Если бы у меня были все нитки, я бы, конечно, сначала бордюр закончила, но, тем не менее. Плюс, еще один плюс в сторону этого решения. Я уже говорила вам, по-моему, в прошлом видео, что достаточно сильно задержалась. Выбиваюсь из своего графика. Сегодня у меня уже 16 апреля, сегодня пятница, и по-хорошему это должен был бы быть день старта четвертого процесса. Но я решила еще хотя бы один денечек этой работе посвятить и перенесла старт на завтра. Поэтому сегодняшний день и такой достаточно простой участок в работе дадут мне возможность хорошенько так продвинуть работу и увидеть в конце достаточно хорошее, достаточно большое количество крестиков, чтобы все-таки старт был такой более или менее значительный. Здесь, наверное, все. Больше рассказывать особо нечего. Пойду вышивать сейчас этот самый пол. Основание этого подиума, наверное, как его правильно назвать-то. Вот и все. Время, отведенное на работу с этим процессом, уже подошло к концу. Я результатом своим довольна. Неплохо я повышивала. Конечно же, этот фон не фон, но достаточно простой для вышивки участок, помог мне неплохо так увеличить процент вышитого. Сейчас готово 1883 крестика, и это практически 5% работы. 4,93. Да, так что старт, на мой взгляд, очень даже удался. Знаете, меня вообще посетила такая мысль, не связанная конкретно с этим процессом, но тем не менее. Надо все-таки попробовать, хотя бы попробовать, переключиться на вышивку одного процесса. Но столько красивых работ, и каждую из них мне не хочется бросать. И когда я сидела и вышивала, я понимала, ну как же я хочу продолжить, как же я хочу дальше вышивать эту работу, смотреть, что получается. Уже знаю, что получится в итоге просто супер, и как-то тяжело откладывать. Правда. Поэтому я думаю, что после завершения марафона нужно будет все-таки еще над этой идеей подумать. И тюльпаны мои уже стоят, скучают к ним тоже, стоит вернуться. В общем, да, много всего интересного есть. Как-то хочется все-таки работы побольше заканчивать, а не только начинать. Ну, это мысль, да, которая пришла просто в процессе отшива. Сейчас давайте все-таки вернемся именно к этой работе. Покажу вам немножко поближе. Хотя, наверное, вы уже успели тут на все посмотреть. Уже особо новенького. Тут ничего не покажу. Нравятся цвета, которые подобраны для вышивки самого пола. И хотя темный цвет, он как-то немножко, казалось бы, выбивается. Но я думаю, что когда будет все целиком отшито, будет выглядеть достаточно гармонично. Может быть, это, кстати, больше как тени от лошадок. Не знаю. Посмотрим. Будем уже оценивать потом. Продолжаю, конечно же, радоваться выбранному каунту. Четвертинки гораздо легче вышивать именно на крупных, да, когда крестики крупные, а не наоборот. Ну и в целом, очень-очень довольна, что этот процесс все же начала. Да, совсем немножко я не дотянула до 2000, которые как-то так себе не то чтобы строго ставила, но тем не менее стремилась к этой цифре. Но на самом деле все банально. У меня заканчивались уже нитки, которые были заправлены в иголки. И как-то не хотелось заново начинать. Где-то потом это непонятно куда. Парковать эти хвостики, поскольку, естественно, полноценной никакой подготовки я к этим всем процессам, к этим стартам не проводила. Так что да. Но и с другой стороны, я все равно уже одним глазочком поглядываю на схему нового процесса, который уже лежит рядышком. Да, вот я только что вам рассказала о том, что не надо начинать, нужно сосредоточиться на том, чтобы заканчивать. И тут же говорю, что да, хочется начать. Ну правда, хочется. Схемы такие классные все. Так что посмотрим. Может быть, сейчас поначинаю, а потом как буду заканчивать, как устрою себе какую-нибудь... Без стартов я, конечно, не продержусь, наверное, но тем не менее, да, по максимуму буду все начатые работы завершать. Ну посмотрим. Об этом все мы, конечно, дальше узнаете. А сейчас с этой работой будем прощаться. Все было замечательно. Все мне нравится. Вышивать легко, комфортно. И давайте будем уже ждать моего следующего старта. Вам спасибо большое за внимание. И до встречи в следующем видео. Пока!